Генеральная Ассамблея Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 26 апреля учрежден Международным Днем Интеллектуальной Собственности. Какое мероприятие по этому поводу провели в нашем университете, расскажем в следующем сюжете. Каждый день мы сталкиваемся с авторским правом, используем результаты чужой интеллектуальной деятельности, при этом создаем свои. Чтобы обсудить, как в современных реалиях правомерно все это охранять, специалисты встретились в очном и дистанционном форматах. Профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Роза Сиддикова рассказала, почему было принято решение провести круглый стол, правовые аспекты монетизации творчества, за и против, на площадке Казанского федерального университета. Дело в том, что, может быть, не всем известно, что один из создателей права интеллектуальной собственности, основоположник, это был наш российский ученый, профессор Казанского университета Шершиневич Гавриэль Феликсович. Он всемирно известный ученый, и он сам еще в 19 веке заложил основу этой правовой охраны, и с тех пор его почитаем мы как учителя. И после него тоже в последующие годы школа права интеллектуальной собственности в Казанском университете активно развивается, и у нас сейчас такой очень хороший дружный коллектив, известный, в общем-то, на всю Россию. На юридическом факультете работают только два доктора наук по этой специальности. Защищаются кандидатские, есть магистранты и аспиранты. Мы пообщались с организатором круглого стола, аспирантом кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского федерального университета Эмилием Васильевым. Он рассказал нам о сути своего доклада по деятельности онлайн-сервисов по продаже копий цифровых произведений, фильмов, игр, компьютерных программ. Я в своем докладе ставлю вопросы о проблемах размещения данных произведений, их использовании, чем они отличаются от традиционных концепций, которые были заложены в XIX веке в законодательствах об интеллектуальной собственности стран Европы. В частности, вот как вспоминался Габриэль Филиксович Шершеневич, и как раз многие его положения, которые были в его работе, они актуальны до сих пор. В декларации об интеллектуальной собственности, принятой в 2000 году, говорится, что в XXI веке интеллектуальная собственность будет играть гораздо большую роль, чем за все тысячелетия до этого. Собственно, это время настало. Вот сейчас вот только что мы пили чай с конфетами, они представляют собой, в общем-то, художественные произведения. И даже есть судебное решение, когда торт признан объектом интеллектуальной собственности. Актуальность в организации встречи подтверждается научным интересом со стороны университетского сообщества. Во время круглого стола было заслушано 7 докладов. Среди тем аспекты монетизации творчества, цифрового искусства, а также использования контента в коммерческих целях. Илья Андреев, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс.